Ну как, нет, на тот момент я уже был знаком со Смоки Догом, и он всегда как бы зачитывал под наши выступления. Я отыграл, ну вообще ничто не предвещало беды. Воспитался на тусовке Бумера и Тука до бейс. Лоу Райдерс, город Санкт-Петербург. В 15 лет я впервые начал ходить в клубы, где играет диджея. Увидел вообще всю эту работу, как бы, ну реально заразился этим. Тоже это были новые эмоции, как знакомство с драмбейсом, и как бы у меня просто появилась небольшая мечта когда-нибудь заработать свои первые деньги, купить вертушки и научиться играть. Вот, и соответственно это произошло, когда мне исполнилось 18 лет. Изначально, когда я начинал как диджей, я начинал как диджей Нерсол. Вот, я поиграл несколько лет, потом далее познакомился с таким человеком, как Сергей Малий. Вот, мы начали вместе играть бэк-ту-бэк с пластинок. Нас как бы объединял общий поджанр драмбейс, это джампап, которым я дальше продолжал развиваться по сей день, и думаю, как бы, буду развиваться дальше и дальше. И мы придумали с ним проект Counter-Killers, вот, и довольно, была цель проекта именно написание музыки, то есть, в принципе, он меня познакомил вообще с эквенсорами, флагинами, то есть, мы начали создавать музыку. Ну, как бы, нет, на тот момент я уже был знаком со Smokey Dog'ом, и он всегда, как бы, зачитывал под наши выступления. Вот, но потом мой напарник со своими какими-то личными проблемами просто отделился от проекта, и мы начали выступать с Васей, и на тот момент, когда уже мы начали выступать с Васей, уже нас начали узнавать, потому что пошли пиратские станции, World of Drum Base выступления, соответственно, народ уже нас знал Counter-Killers, как, ну, вот, Smokey Dog' и я. Вот, дальше уже произошел рэб-рендинг в проект WoW Riders. В клубе Ноль была очень такая забавная история, вообще, клуб состоял из нескольких этажей. На втором этаже была тусовка, соответственно, танцпол, не помню, кто точно играл, вроде даже диджей бумер. Была такая тема, что выше этажом там был ремонт, и там, не знаю, что за человек, он там шарился, короче, он просто провалился сверху на танцпол и упал во время вечеринки, просто свалился на танцпол. Ну, это было настолько эффектно, круто. Ну, я не знаю, сейчас такого не встретить, просто какой-то пьяный чувак упоротый, просто проваливается во время драм-бэйссета, не знаю, там, крутого дропа, падает на танцпол. Ну, для меня это просто вообще было, я до сих пор это вспоминаю с неимоверными эмоциями. Про туннель могу выделить, что я как бы всегда был наслышан о маске-шоу, но никогда их не встречал лично. Сегодня ночью в туннеле будет весело, маски-шоу обязательно устроят для нас представление. Все в туннель. Помоги! Живой, живой, я пора выводить! Наркополицейские разочаровывать участников вечеринки не стали, операцию провели в лучших традициях подобных мероприятий. Сидеть, гадал, быстро! Не успели спецназовцы зайти в клуб, как на них самих напали. Один из посетителей клуба не только набросился на полицейского, но и попытался отобрать у него травматический пистолет-оса. Агрессивного посетителя пришлось усмирить довольно жестко. И тут была вечеринка в среду, я еще играл в начале, я отыграл, ну, вообще ничто не предвещало беды. Просто я прохожу, включается свет, начинаются крики, чуваки с автоматами, с масками. Я так говорю, о, это оно! Всех выстрелили у стенки, ну, они, естественно, там забрали, кого хотели. И там через где-то полчаса вечеринка продолжилась дальше. Но на тот момент я такой, прям, у меня был такой эмоциональный всплеск, что, типа, вообще я это увидел. Воочию, не по телевизору, потому что обычно это там в юбилейном где-нибудь на камерах Вишнарева, где какие-то люди просто с потерянным сознанием вообще просто у них что-то спрашивают, они там вообще не в адеквате, ну, такой трэш. Да. Ну, то есть я подхожу к этому, то есть к любому. Есть диджейнка, это отдельная, то есть структура, есть написание музыки, это совершенно другая структура. Разные вещи, то есть каждому надо подходить, как бы свой особый подход должен быть. Я всегда настраиваюсь по-особому, то есть если это выступление в клубе, соответственно, я там на неделе могу прослушать новые треки, то есть подобрать материал для вечеринки. Я оцениваю, какая будет вечеринка, понимаю, какая будет публика и, соответственно, я такой подбираю материалы и уже из этого, где строю свое выступление, так же и с треками. То есть я сажусь и я понимаю, что я хочу сделать. Раньше это было такое, то что, ну, получится, то получится. Сейчас это дошло до такого уровня, что, в принципе, я уже понимаю, что я хочу сделать. И сажусь и, ну, стараюсь это, соответственно, исполнить в виде написания музыки, там, каких-то звуков создания и так далее. Большой вклад для меня сделали сайт spbdmb.ru и форум сайта Drum Bass Arena. Там просто я познакомился и узнал вообще о русских всех музыкантах, о диджеях, вообще что происходит там, какие-то байки, сплетни, релизы. Ну, там можно было, то есть сидя дома, узнать вообще, чем живет сцена сейчас. Там обсуждались вообще настолько разные темы, не то, что Drum Bass, а там в форуме можно было найти темы того, в чем пойти в клуб, кто там чем занимается, я не знаю, там, вплоть до того, как бы, что там можно скинуть демо, там, своего трека, миксы и так далее. Ну, в общем, эти сайты реально такое сделали большой кругозор. Именно из этих сайтов я узнал вообще о Drum Bass Arena, которая английский сайт breakbeat.cold.uk, Dog on Acid. Раньше всем известно было, что вот в клубе Фриды Пятница базировалась тусовка Monster Sound. В клубе 0, 1, 2, Троиц была тусовка Da Bass. И в туннеле, ну, там уже были тусовки DQR и другие там всякие разные промо-группы. Но я вообще воспитался на тусовке Boomer и Tuca Da Bass, потому что они все-таки пропагандировали больше Jungle, Jump Up. Ну, как бы, я люблю эту музыку, и они, грубо говоря, воспитали меня на своих пластинках, на своем видении микса, своей подборке. И это было очень круто. Для вдохновления, в первую очередь, мне нужно хорошее настроение. То есть, как, например, я если иду там на работу, занимаюсь какими-то делами, мне нужна, как бы, трезвая голова. Ну, и хорошее настроение. То есть, у меня, как у некоторых продюсеров, бывают такие вещи, когда они на каких-то своих негативных эмоциях могут это вылить в творчество. Я, то есть, полная, ну, как бы, обратная этому. То есть, мне нужно хорошее настроение, чтобы у меня была чистая голова. То есть, я сосредоточен, как, ну, просто сел, я готов работать. В 2014 году нас первый раз позвали в город Ижевск. Туда мы первый раз поехали на поезде. Ну, со смоки-догом, естественно, вообще с ним. У меня все, каждое выступление проходит. И куча историй. Вот, мы ехали на поезде, и так получилось, что мы ехали с чуваками, которые только отслужили. То есть, соответственно, мы выходили в тамбур покурить, они тоже выходили. А у смоки-дога у него, естественно, вызывающая внешность, то есть, дреды. Ну, необычный чувак, которого там просто встретишь на улице. Естественно, в тамбуре до него докопались. Типа, чувак, кто такой, чем вы тут занимаетесь вообще? Ну, вот, естественно, мы скажем, что вот, мы там, типа, наше хобби музыка. Мы там, типа, едем выступать. И все, и на протяжении мы ехали сутки, на протяжении всей дороги, а они базировались около туалета. И то есть, нам, чтобы пройти в туалет, либо в тамбур, там, покурить, нам надо было проходить через них. И каждый раз, когда Вася проходил мимо них, они докапывались до него, типа, «Эй, чувак, спой нам песню, сыграй нам на гитаре». То есть, и Вася от этого, ну, просто так выщелкнулся за целые сутки. Был в шоке, я не знаю. Ну, на тот момент просто мы ехали, ну, они мешали нам во время гастролей. Далее, мы доехали до города Белизино, и площадь выглядела так, что это просто по кругу были такие старые ларьки из 90-х. И ребята-организаторы опаздывали. И то есть, уже был вечер, и мы просто, грубо говоря, со смоки-догом сели на площади. И просто были такие мысли, нас кинули или нет. Ну, то есть, там вообще ни души не было. И просто буквально через полчаса уже приехали ребята, и мы уже так выдохнули после этой тяжелой дороги с этими дембелями. И это уже так, ну, как бы на тот момент добило нас, типа, вот, что вообще происходит. Вот. Но по итогу это оказались одни из самых лучших гастролей в городе Ижевск. Это был клуб «Бар веселых историй». Я не знаю, это одно из самых лучших мест, где мы выступали. Я даже не могу в Питере пока выделить таких клубов. Как «Бар веселых историй». Это оригинальная версия. Это культура.